Посмотрите программу «Губернии». Вот главная тема выпуска. Влухи не только наконец-то дождутся газа. Свои планы подтвердил «Газпром». Расскажем, когда будут реализованы масштабные проекты. Прошло 10 лет, как не стало Олега Алалыкина. Мы вспоминаем, кем он был для ивановской журналистики, для телеканала «Барс». На уводе назревает очередная чистка. Косителей нет, кувшинки и водоросли. Общественники, чиновники и ученые решали это прямо на берегу. Не прошло и 10 лет. Жилой комплекс «Зеленая роща» на Лежневской улице в Иванове снова начал строиться. Сколько еще в области осталось обманутых дольщиков, расскажем. Фестиваль «Пилот» будет набирать высоту уже в эту пятницу. Мы вышли на улицу, чтобы спросить у ивановцев, что для них значит качественный сериал. А также не пропустите. Автомобиль с мятку, жесткая авария неподалеку от метра. Выжил ли водитель? С одного удара отправил оппонента на больничную койку. Дряка возле бара. Приключения Сахатова. В южском районе рыбаки с лосем играли в догонялки. Расскажем, чем закончился поединок. Об этом не только совсем скоро. Добрый вечер. В студии Алина Марчева. Сейчас об этих и других событиях подробнее. От печи к газовым плитам к 2025 году перейдут жители 179 населенных пунктов региона. Наконец-то будут годифицированы два района области, где газа пока что вообще нет. Это Лухский и Пестяковский. Свои планы «Газпром» подтвердил в среду на совещании по вопросам развития газификации. Почти 700 километров распределительных сетей построят в регионе в рамках программы по развитию газоснабжения. Работу начали в 2021 году в Юревце. Газы ждали больше 20 лет. И уже в текущем, если все пойдет по плану, к началу отопительного сезона там пустят газ. Магистральный газопровод практически готов. Газораспределительная станция, как источник газоснабжения Юревецкого района и города Юревец, она тоже на 80% выполнена. Сейчас идут, заканчиваются монтажные работы и будут приступать к пусконалаточным работам. Всего Ивановская область газифицирована на 79%. Лухские и Пестяковские районы не видели газа совсем. Эх, лук-лучок. Фестиваль, отгремевший на всю Россию с экранов федеральных программ в 2015-м, уже к 2017-му ждал голубое топливо. Я разговаривал не лично, а по телефону с заместителем Миллера, на этот вопрос, учитывая, что господин Куприянов давал ответ, что «Газпром» обязуется в 2017-м году начать газификацию, он сказал, что они своих слов не отказываются и свои обещания сдерживают. Мы надеемся на это очень. Но в надежде пришлось пожить еще пять лет. Зато теперь уже точно лух в программе. И газ там будет скоро. Два районных центра, ныне в которых газ не подается, они предусмотрены газификацией в 2023-м году. То есть это строительство газопровода отвода ГРС на поселок, на город Лух, и строительство газопровода из Нижегородской области на поселок Пестяки. То есть в два районных центра с разных сторон придет газ, и в 2023-м году мы планируем подать голубое топливо в эти населенные пункты. В газификацию региона «Газпром» до 2025-го года по программе вложит около 16 миллиардов рублей. Но после реализации таких серьезных масштабных планов обещает идти дальше. Закончим мы газификацию Ивановской области. В последующие годы точно справимся с той задачей, которую нам определил президент Российской Федерации. Задачи эта по срокам должна быть реализована к 2030-му году. Наталья Сергеева, Денис Железов, телекомпания «Барс». Днем в среду в Иванове загорелась груда мусора рядом с контейнерной площадкой. Пламя высотой в несколько метров поднялось во дворе 38-го дома на улице Дунаева. Вот такой столб огня наблюдали горожане, хотя площадь возгорания оказалась небольшой – 10 квадратных метров. Горящий мусор не представлял опасности для домов и машин, расположенных по соседству. Кто-то из жителей пытался потушить свалку самостоятельно. Вскоре на место ЧП прибыли огнеборцы. Как нам пояснили в пресс-службе МЧС, причиной такого возгорания мог стать тлеща, окурок или кусок стекла, сработавший на солнце, как линза. Груда металла – это все, что осталось от машины после жесткой аварии. ДТП произошло в среду около пяти утра в деревне Игнатово. Изначально на фотографиях невозможно разобрать даже марку автомобиля. Все случилось неподалеку от гипермаркета «Метро» на Аэропортовской улице. Автомобиль марки «ВАЗ» влетел в противошумовое ограждение. От удара машину разорвало на две части, а на металлической стойке осталось в Метсино. Отметим, что на этом участке дороги стоит знак ограничения скорости 40. За рулем отечественного авто был 26-летний парень. По предварительной информации от ГИБДД, он был пьян. Иначе, как чудом, то, что он выжил, не назвать. В тяжелом состоянии с отчетанной травмой молодого человека госпитализировали в областную клиническую больницу. Десять лет назад в этот день не стало Олега Лалыкина. Главный редактор и генеральный директор телекомпании «Барс» умер 13 июля после тяжелой операции на сердце. Ему тогда было 42 года. Он любил жизнь и жил телекомпанией. Олег Лалыкин проработал на «Барсе» десятилетие, но в журналистику пришел практически со школьной скамьи. Его школьные друзья потом рассказывали, что выбор профессии стал для них неожиданностью. Разговоров об этом не было. То есть всегда он у нас был математик, всегда был физик, всегда был химик. Очень такой аналитический склад у мамы. Олег приехал в Иваново из Карелии. Здесь жила его бабушка. Поступил на биофак, но проучился недолго. Решил стать журналистом. И этот выбор впоследствии подстегнул развитие всей Ивановской телевизионной журналистики. Начинал Олег Лалыкин на радио Иваново в молодежной редакции, но долго там не задержался, как и в последних известиях. Его пригласили на радио России специальным корреспондентом. Потом он вел вечерние новостные эфиры на РТР. Такие вести стали известны нам к этому часу. Вас еще ждет прогноз погоды. Мы же с вами на этом прощаемся. До свидания. Олег Лалыкин сумел убедить руководство РТР открыть в Иванове корпункт телевизионной программы «Вести». Будучи спецкором, он снимал репортажи на самые злободневные темы. Это очередь за хлебом. Третий день жители Иваново начинают с попыток приобрести хлеб в немногочисленных оставшихся торговых точках. Предприятия Ивановской области сегодня работают в обычном режиме. Как сообщили мне в областной администрации, ни одно из производств не участвует в однодневной забастовке. Молодой журналист первым в Ивановской области организовал и провел прямую трансляцию с народных гуляний в день 80-летия губернии. Он продолжал работать спецкором «Вестей» до закрытия корпункта. В 2001-м Олег Евгеньевич Алалыкин пришел на телерадиокомпанию «Барс» главным редактором. Спустя короткое время он возглавил ее. Будучи руководителем и талантливым журналистом-практиком, он формировал информационную и развлекательную политику, экспериментировал, внедрял новые для региона телевизионные технологии. В частности, телекомпания первой в области стала выкладывать свои программы в интернет. Для нас это дополнительная аудитория, конечно. Для зрителей это, в свою очередь, возможность смотреть видеоархив, то есть посмотреть ту программу, которую он пропустил. Почти 12 лет Олег Алалыкин работал на «Барсе» и жил заботами и радостями телеканала. Все это время он выходил в эфир. Сначала как ведущий информационной программы «Губерния», потом в студии «Актуальная» и других программ. Вне зависимости от схожести взглядов или их различия, гости, среди которых были и ведущие российские политики, и общественные деятели всегда отмечали глубину вопросов и остроту мысли собеседника. Олег почувствовал себя плохо по дороге домой после вечернего прямого эфира. Ему требовалась сложнейшая операция на сердце. Через две недели после нее он скончался. Жилой комплекс «Зеленая роща» на Лежневской улице в Иванове снова начал строиться. Почти 10 лет ждавшие своих квартир дольщики полны надежд. Напомним, средства на завершение 17-ти этажки выделил Федеральный фонд развития территории. Когда планируют сдать объект, расскажет Марина Зенина. Возводить жилой комплекс начали в 2013 году. Сроки сдачи объекта постоянно откладывали. В 2017 году возникли проблемы с бетонными плитами. Стройку бросили, она даже не охранялась. Вандалы били стекла, воровали проводку, разрисовывали дом граффити. Здесь более 350 квартир, большинство из которых приобрели дольщики. Многие, чтобы купить жилье, брали ипотеку. И долгое время платили ежемесячные взносы за простаивающие голые стены. Елена Зубова за свою однушку долг уже почти погасила. Осталось два года. Квартиру мы приобрели в 2015 году, как раз летом, вот в этом периоде. Жили в общежитии. В 2016-м должны были получить квартиру. И до сих пор пока ждем в общежитии. Пока дом простаивал, здесь жили бомжи, лазили подростки. Было несколько пожаров. Компания застройщик «Веромарк» обанкротилась. Через суд дом передали в управление региональному фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства. В прошлом году Федеральный фонд развития территорий выделил на достройку строения более 800 миллионов рублей. Назначили экспертизы. Готовность объекта оценили примерно на 35%. Заключили контракт с Ивановской компанией ООО «Сантелс». Работы начались в мае этого года. По словам подрядчиков, с объекта вывезли 450 тонн мусора. Идут техпроисоединения. Идет остекление. Дошли до пятого этажа уже. Привезли арматуру и начинают монолитную часть. Делают ИТП, индивидуальный тепловой пункт. Заключается договор на поставку панелей. По словам представителей компании-подрядчика, сейчас строители прокладывают новую проводку. В ближайшее время приступят к установке теплообменников в подвалах. До конца лета планируют закончить работы в монолитной части. По проекту дом 17-этажный. Плюс техническое помещение. Предстоит надстроить еще четыре этажа. Вообще, конечно, ждем плит. Потому что плит – это наше все. Из-за этого, 6 лет назад, как раз были проблемы. Из-за непоставки плит. Поэтому, я говорю, для нас будет знаковое такое событие. Как плиты появятся, как начнутся первые подъемы, иначе все, можно уже выдохнуть будет. Согласно дорожной карте, закончить работы должны до конца 23-го года. Однако пока на камеру никто конкретных сроков не называет. На данный момент в области в списке проблемных значится более 400 договоров долевого участия. Кроме этого, не достроены еще три дома. Марина Зенина, Дмитрий Добыш, телекомпания «Барс». Трафаретчик, задержанный в Иванове, дал показания. Он уверяет, что не знал рекламу каких сайтов он наносил на стены городских зданий. Мужчину, который разрисовывал фасады рекламы криминальных интернет-магазинов, задержали в ночь на 12 июля. Ему 32 года и ранее он привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и наркопреступления. После задержания трафаретчику предложили пройти тест на состояние наркотического опьянения. Однако тот категорически отказался. Его задержали на 10 суток за невыполнение законного требования в случае, когда есть основания полагать, что гражданин употребил наркотики. Правоохранителям мужчина рассказал, что трафареты брал в Телеграм-ботах, а платить ему обещали в биткоинах. Ушел в подработку определенную. Ну в чем состояла подработка эта? Ничего, баловство рисовал на стенках через трафарет. А что за изображения это были? Там сайты. Сайты какие? Какие-то, не знаю, я не захожу на них. Ну там же, наверное, написано что-то. Вот что было написано на тех трафаретах, которые ты переносил на стену? Там Боря Иванович написано. Сейчас трафаретчиком занимаются сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков и эксперты-криминалисты. В Иванове двое мужчин повздорили возле бара на площади Пушкина. И один отправил другого в глубокий нокаут. Теперь ему за это грозит уголовная ответственность. Конфликт произошел у одного из развлекательных заведений. На этих кадрах хорошо заметно, как все случилось. Оппонент упал словно подкошенный. Атакующий скрылся с места происшествия. Потерпевший довольно долго не выходил из бессознательного состояния. От дворца искусств его увезли на машине скорой помощи. Медики диагностировали у него перелом костей черепа и черепно-мозговую травму. Молодому человеку потребуется серьезное лечение. Полицейские вычислили и задержали нападавшего. Свою вину он отрицать не стал. В отношении него возбуждено уголовное дело. Что стало поводом для драки и другие подробности этого преступления, смотрите в программе «По горячим следам» на нашем канале или на сайте Иванова Ньюс. Сейчас короткая реклама. Ну и вот о чем расскажем далее. Первый раз в их доме газ. Мы оплатили только домашнее оборудование и границах участка стоимости. В регионе бесплатно подводят газ к участкам. Сегодня подробнее расскажем о программе социальной газификации и материальной помощи при подключении домов к голубому топливу. Фестиваль «Пилот» будет набирать высоту уже в эту пятницу. Мы вышли на улицу, чтобы спросить у ивановцев, что для них значит качественный сериал. На увыде в центральной части Иванова намечается летний покос. Руслы реки собираются очистить от водной растительности. В прошлом году такую процедуру уже проводили и она вызвала споры и среди специалистов, и среди рядовых горожан. В этот раз власти Иванова перед началом работы решили провести воездное совещание на берегу. На него пригласили общественников и ученых-биологов. Мнение тех, кто за, покосы тех, кто против, выслушала наша съемочная группа. Вот так сейчас выглядит увыдь в центральной части Иванова. Зеленая анархия в строгих каменных берегах. Соседство противоречивое. А это группа уважаемых людей, которые приехали оценить ситуацию и на месте решить, как быть дальше. В их числе ученые-биологи. Как оказалось, мнения у них разнятся. Одни считают, косить нельзя. Это нарушит экосистему и лишит рыб и уток кормовой базы. Другие убеждены, никакой естественной экосистемы нет и в помине. Река подвергнута серьезному антропогенному воздействию. По сути, это сеть сообщающихся прудов между плотинами. Лечение здесь минимальное. И если русло хорошенько не подстричь, то река очень скоро превратится в болото. При этом нужно соблюсти важные условия. Всю срезанную биомассу из реки надо извлечь и утилизировать. Она не сгодится даже на удобрение. Потому как с наших автодорог, с выхлопами бензина, в воду, и в том числе и в реку Уводь, попадают тяжелые металлы. Ионы тяжелых металлов потом с полей могут попасть и в пищевые корма, и, соответственно, в продукты питания, и вызывать заболевания человека. Поэтому все отходы, которые будут все накосилками вынуты из реки, они должны склазироваться и утилизироваться. После жарких споров решение было принято компромиссное. Косить будут, но не все подряд. Пусть кувшинки продолжают радовать глаз. Научное сообщество рекомендует оставить около полутора метров от края реки для более эстетического сохранения ее внешнего вида, чтобы была... Всем хочется не только чистая гладь вода, а также наличие какой-то растительности, но ее незначительное и, собственно, равномерное ее распределение. Так что мы рассмотрим вопрос именно ширины этой полосы, которая будет оставлена растительностью в русле реки. Покос будет проводиться на участке акватории от плотины Бима до Самойловского моста. Деньги на эти цели будут выделены из внебюджетных источников. Работы планируют завершить ко дню города. Сергей Веселов, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». Герои нашего репортажа Дане Волкову сделали долгожданную операцию. Болезнь 9-летнего мальчика из Фурманова в народе называют «волчья пасть». Денег на помощь именно ортодонта у семьи не было. Нужную сумму собрали зрители «Барса». Это наши апрельские съемки. В семье Волковых восемь детей. Даня родился вот таким. Челюстно-лицевые хирурги Ивановой Москвы сделали четыре бесплатные операции. Внешний дефект почти не виден, но ребенку требовалась помощь именно ортодонта. Департамент выделил квоту в столичный центр Пирогова. Но лечить бесплатно там отказались. Потребовали как минимум 250 тысяч. Зрители «Барса» собрали для Дани 160 тысяч рублей. За операцию семья заплатила 140 тысяч. Плюс потребовались деньги на обследование. Дани с папой сейчас в клинике Ярославля. Передают слова благодарности. Давайте послушаем. Первый этап у нас завершен. Пока нормально. Вот. Сделали нам небольшую операцию. Взяли косточку вот отсюда вставили. Вот сюда. Спасибо вам и мне, кто вы меня поддерживаете. Сцените, любите меня. Всем до свидания. Выношу огромную благодарность всем. Вот. Особенно Барсу Иванову, телеканалу Барс. Дай бог ему здоровья, что приехали, помогли, выслушали. Все, спасибо вам большое. Почти 800 домов в регионе уже газифицированы по программе социальной газификации. Предполагает она бесплатное подведение газа границам земельных участков, населенных пунктах, где он уже был. А вот на что тратятся жители и какую еще помощь могут получить, расскажет Наталья Сергеева. Выезжаешь из Фурманово, попадаешь в Косогоры. Населенный пункт под боком у города в последнее время стал активнее застраиваться. Появилась необходимость в подключении газа. Было важно, чтобы в доме было отопление, чтобы проводить круглый год работы. Отклик обоев, накладка пола, потолка. Потому что в остальное время осень, зима, весна просто невозможно было сделать, потому что было холодно. Косогоры газифицировали примерно в 2007 году. Вспоминают старожилы. Десяток новых домов оставались без газопроводных сетей. Но вовремя стартовала программа догазификации. В декабре собственники отправили заявки и необходимые документы. Сегодня в первом доме уже появился газ. Здесь новая застройка, здесь газа совсем нет. Изначально хотели, чтобы жители нового поселения делали газа с собственных средств. А так как появилась программа деклассификации, получилось так, что мы оплатили только домашнее оборудование и границах участка стоимости. К остальным домам по этой улице все уже тоже подвели. Осталось только подключить. Протяженность распределительного газопровода почти 500 метров. Подсоединить можно не менее 45 домов. Сколько вы заплатили? В районе 200 тысяч. 200 тысяч за что? За оборудование, за материалы и за работу внутри участка. А чего это вы там такой дорогой купили? Котел иностранный? Самый дорогой котел. В Ивановской области решили дополнительно поддержать некоторых жителей, которые участвуют в программе догазификации. Определенные категории смогут компенсировать часть затрат на газификацию своего дома. Доступна материальная помощь для тех, кто стал участником программы догазификации с 1 апреля по 1 декабря 2022 года. Суммы выплат могут достигать почти 40 тысяч рублей. У нас все-таки многие люди живут реально трудно. И часть расходов ложится на плечи гражданам. Поэтому мы приняли решение для многодетных семей, для ветеранов войны, для малоимущих семей, часть расходов, которые ложатся на их плечи, компенсировать. Такое постановление подписано мной на прошлой неделе. В «Газпроме» называют проект социальной газификации амбициозным. Уже сейчас газ есть в 789 домах, участниках программы. К 1400 земельных участков провели газопровод. Сейчас собрано более 3,5 тысяч заявок уже от жителей. И мы справимся с этой работой до конца года, если говорить о сроках. Заявки еще собирают. На бесплатное подведение газа могут рассчитывать и садоводческие товарищества. Если СНТ находится в границах населенного пункта. Наталья Сергеевна, Денис Железов, телекомпания «Барс». Житель Заволжска застал врасплох спящую лису. Животное настолько разнежилось на солнышке, что не заметило приближения человека. Лиса улеглась прямо на тропинке, идущей вдоль забора. Автор ролика спокойно к ней подошел. И даже рискнул погладить. Интересно, что прикосновение не сразу разбудило рыжую. Она сладко потянулась и только потом среагировала на опасность и бросилась на утек. За столь необычное и в какой-то степени милое поведение лисица стала героиней местного интернет-паблика. Уже в пятницу стартует фестиваль «Пилот». Ивановцам предстоит выбрать, какому сериалу достанется приз зрительских симпатий. Мы вышли на улицу и узнали у горожан, что же для них значит качественный сериал. Хочется правдивости, в то же время талантливого, а сейчас его как такового нету. Мало исторических фильмов вы здесь показываете, чтобы без всякого прекраса было. Какой-нибудь исторический сериал. Для меня, чтобы все эти просмотры, вот как «Пилот», были более прозрачные. Любой зашел, любой посмотрел. Отследил, поставил свои оценки. Я вообще не поклонюсь к сериалу, честно говоря. Поэтому даже сказать ничего не могу по этому поводу. Я люблю фильмы, чтобы были от и до в течение двух часов максимум. На дольше меня не хватает. Своей правильностью, чтобы не было пошлости, чтобы была цель в этом сериале, чтобы можно было подумать и для себя что-то взять. Хорошо снят, качественно, чтобы актеры были хорошие, желательно так известные какие-нибудь. Ну так, это для меня. Сюжетную линию сразу так как-то продумать, что вот сразу с первой серии захватило, а-а-а, и там хотелось посмотреть дальше. Ну, наверное, когда невозможно предугадать концовку. Вот это самый такой, наверное, главный критерий для меня. Наверное, искренность, умение играть актеров. Чтобы загадка была, а не так, что сразу понятно, что будет в финале. Чтобы они, естественно, были жизненными. Не надо этих мыльных опер. Их уже очень много, к сожалению, на экранах, телевизорах. Вот, слишком все слащаво, прекрасно. Ну и уже вот криминал тоже. За силе криминала надоел. Потому что одни криминальные боевики с убийствами, со всеми этими расследованиями. Хотелось бы простой житейский сериал, да, о нашей жизни современной. Чтобы был правдивый, честный. Чтобы легкий был. Потому что ужасов хватает в жизни. Выше крыши. В Южском районе лось отправился в плавь по реке и перепугал рыбаков. Общими силами мужчинам пришлось вызволять сахатов из водоема. Тихое рыбацкое местечко на реке Клязьма. Местные называют этот участок Воронец. Он буквально в нескольких километрах от Владимирской области. Глубина здесь небольшая. Мель практически до середины реки. Внезапно рыбацкую делю нарушил лось. Сначала он вальяжно разгуливал по берегу. Но уже через пару минут направился в сторону рыбаков. Тогда пришлось срочно отгонять сахатова на лодке. В результате тот развернулся, выбрался из речки и умчал обратно в лес. Для лоси переплыть в водоем – дело нехитрое. Как правило, они это делают во время миграции. Но этот сахат и, возможно, зашел в воду просто охладиться. Под конец выпуска расскажем о погоде. Что же прогнозируют синоптики на ближайшие сутки. На улице может быть дождь и ветер. А в текстильном центре Рио всегда хорошая погода и приятные подарки. Кофе, бургер, лимонад. Каждый будет очень рад. По будням Рио угощает своих покупателей. Дарит свет, тепло и радость. Заезжайте. Акция действует по будням. В четверг в нашем регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен дождь. Температура воздуха днем – плюс 23, плюс 25 градусов. Ветер южный – 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 47%. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни нас ждет умеренно жаркая погода. Временами возможны осадки. Две минуты, чтобы записаться на прием. Узивен нижних конечностей и анализ крови занимает 40 минут. Сама лазерная процедура займет всего 40 минут. Всего полтора часа, и вы избавитесь от варикоза. Сразу после новостей – объявление в городской хронике. Интересные истории, видео и фото вы можете отправлять на наши редакционные мессенджеры. Это вайбер и телеграмм, номер вы видите на экране. Присылайте свои темы через сайт Иванова Ньюс или звоните по телефону горячей линии 587777. Я с вами прощаюсь, удачи и хорошего настроения!